Кадры зверского избиения мирных митингующих шокировали и взбудоражили людей далеко за пределами Украины. Под утро, когда на Евромайдане осталось около тысячи человек, Беркут без разбора бил дубинками всех, кто попадался на пути, невзирая на пол и возраст. Люди спасались в переходах, подъездах, прятались в церкви. Кого бойцы догоняли, буквально добивали. Потерявших сознание от боли и травм, стаскивали к автозаку. Десятки людей забрала скорая. Столько же милиция. Куда увозили людей, неизвестно. До сих пор, по данным Генпрокуратуры, пропавшими без вести считаются 22 участника митинга. Возможно, те, кто находится в изоляторе временного содержания, либо в больнице, до сих пор не могут сообщить о себе родственникам, либо защитникам. Остаётся вопросом, говорит правозащитник Геннадий Токарев, почему сотрудники милиции скрывают данные о задержанных и не сообщают о них в Центр бесплатной правовой помощи, как того требует закон. Люди это должны знать, что они имеют право в случае задержания, хоть в уголовном порядке, хоть в порядке административного задержания. Они имеют право иметь юридического представителя вот с этого момента. И до этого момента, до того, как придёт адвокат, они могут ничего не говорить. Им за это ничего не будет. Накануне под стенами Министерства внутренних дел собралось 15 тысяч активистов не только поддержать однодумцев, которых теперь считают политрепрессированными, но и потребовать для них освобождения, а также добиться наказания для силовиков. На Майдане продолжают протестовать тысячи сторонников евроинтеграции, которые требуют отставки правительства и президента. А совсем рядом с ними разворачивается ещё один митинг в поддержку действующей власти. Ситуация накалена, говорит эксперт-криминалист Алексей Литвинов. Сейчас важно, чтобы мирная акция не переросла в массовые беспорядки, когда в ход уже обоснованно пойдут дубинки с изоточивый газ. Здесь не должен сыграть свою роль стадный инстинкт, что все понеслись на баррикады и я вместе с ними. Каждый должен думать о себе, о своём здоровье, о жизни своей, о семье, которую он может таким образом подставить. От этого никому не будет приятно. Беспорядки могут начаться буквально ни с чего, говорят специалисты. В большом скоплении людей всегда есть неадекватные, но больше всего нужно опасаться профессиональных провокаторов, так называемых тетушек. Если правоохранители пошли в бой, эксперты советуют не оказывать сопротивление, иначе тяжесть повреждений будет значительно больше. А доказывать неправомерность действий силовиков будет практически невозможно. В любом случае, нужно обмениваться контактами с друзьями, которые в случае задержания смогут сообщить об этом родственникам. Важно всегда носить с собой паспорт, либо приравненный к нему документ, ведь в случае его отсутствия правоохранители имеют полное право забрать в райотдел либо для установления личности, либо по причине подозрения в совершении преступления. Если же паспорт есть, протокол об огненарушении может быть составлен прямо на месте. Если же правоохранители приступили к силовому разгону манифестантов, правозащитники советуют укрыться в безопасном месте, проситься в кафе, квартиры киевлян, церкви. Благо, столичные жители открывают двери спасающимся активистам. В отличие от жителей соседней державы, российские активисты тогда говорили, что во время разгона митинга в Москве двери закрывались буквально перед их носом. По крайней мере, об этом сообщает известный журналист Матвей Гонопольский в своей статье, которую он написал после посещения украинского Майдана. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.